ПОДПИШИСЬ! Но также в прошлой части мы еще и нашли вот эту вот крепость, где находился этот портал, что опять же не может не радовать, потому что все это мы сделали за одну часть. И прямо сейчас я вам скажу то, что я уже без съемок уничтожил абсолютно все кристаллы, потому что я это конечно же все снимал, но понял то, что 25 минут того, как я уничтожаю кристаллы, вам не будет интересно смотреть. И именно поэтому я вам прямо сейчас просто покажу все те девпоинты, которые я заработал, пока уничтожал эти кристаллы. Ну что ж, заходим в мир и смотрим. Окей, первым делом мы конечно немножечко, не знаю что мы вообще делаем, просто трясемся, и потом мы видим какое количество смертей мне понадобится для того, чтобы уничтожить все кристаллы. Я конечно понимаю то, что сейчас многие будут говорить в комментариях, что вот это легко, столько раз умереть это фу-фу-фу, но на самом деле я вам сейчас скажу, почему я так много раз умер. Да все потому, что вот эти вот гребаные хрени, которые стреляют, убивали меня с одного удара, с одного гребаного удара, вот таким вот образом. О нет, смотрите, сейчас мне повезло и они меня убили не с одного удара. Это было очень-очень редко, когда они меня убивали не с одного удара. Это один из этих моментов. Так, ну и также вы наверное заметили то, что у самого дракона у нас осталось меньше четверти жизни. И прямо сейчас я смогу его добить всего лишь наверное одним ударом. Ну в крайнем случае двумя. И я получу яйцо кексика, которое я как раз-таки смогу знаете для чего использовать? Ну вы конечно же знаете. Для того, чтобы летать на самом кексике. Красивые звуки, я их просто обожаю. И сейчас какой уровень у меня будет? Окей, 76. Я думал то, что у меня будет 70-й, но 77-й это... Вау. 78-й. Вау. А больше, может быть даже больше будет? Нет? Ха-ха. 78 уровней. А-а-а. Офигеть. Это же получается я смогу зачаровать все-се-се-се-се-се-се-се. Даже, даже, даже... А-а-а. Так, откуда у меня это? Надо это уничтожить. Потому что, наверное, у меня сейчас персик где-то там дома. И мод подумал то, что у меня на самом деле персик пропал. А может быть это потому, что я сейчас нахожусь в краю. И мод снова подумал то, что у меня персик пропал. И дал мне эту штуковину. А-а-а. Ну что ж, давайте, в общем-то, не будем отвлекаться от темы. О-о-о. 78-й уровень. Офигеть. О-о, серьезно. 78-й уровень, это же много. По-моему, в прошлый раз мне давалось всего лишь 50 или 40 уровней. А на этот раз почти 80. Классно. Так, ладно, давайте, в общем-то... А-а-а. Что? А-а-а, понял, понял, понял. У меня же просто установлен мод на тексика. И именно поэтому я не могу нажать правую кнопку мыши, чтобы он телепортиров... Да что ты будешь делать? Чтобы он телепортировался. Так, как мне тебя уничтожить? Как мне тебя уничтожить, чтобы я тебе мог подобрать? По-моему, с помощью факела. Так, да уйди ты от меня! Ё-моё. Эндер-вотчер, где ты? А-а-а, иди сюда. Умри! Умри! Убил, но сам умер. Ну что ты будешь делать? Я хочу заполучить это яичко. Яичко. Так, давай быстрее летим, 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 летим. Ну как летим? Образно говоря, летим. А-а-а, слава богу, то что этого эндер-дракона больше нет. Потому что я так намучился, пока уничтожал эти кристаллы. Он меня скидывал, наверное, раз 300 вот с этих вот блоков. Я умирал. Умирал, 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 еще раз умирал. Я так намучился. Ну ладно, в любом случае, вы этого не видели, и вам не пришлось мучиться, чтобы это все смотреть. Да. Так, стоп. А где яйцо? Вот оно. Так, 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 так. Получается, мы сейчас берем факел. И делаем так. Опа! Еее! Яичко! Все. Теперь мы можем возвращаться домой. По идее, сейчас у нас будут титры, да? Ну, я думаю, то, что все титры видели. Они длятся около пяти минут, и вряд ли кому-то будет интересно смотреть пять минут одни титры. Ну что же. Ура! Главная задача Майнкрафта выполнена. Но, у нас есть еще много задач с Дивайном РПГ. Блин. Меня просто переполняют эмоции. Я уже третий раз убиваю эндер-дракона, но все равно это так эпично. Так. Походу, туда лучше не идти. Меня там убивают. Давайте лучше просто заберемся вот таким вот образом. Не, серьезно, меня просто переполняют эмоции. Я наконец-то, наконец-то убил этого эндер-дракона. Вы сейчас, наверное, подумаете, что я псих. Ну, убил ты этого эндер-дракона. Эндер-дракона. Ну и что? Ну, для меня-то это было... Ох, как долго. Ладно, все, хватит, хватит ныть по этому поводу. Лучше просто сейчас быстренько вылезем из всей этой шахты. И пойдем домой. Кстати, пока у нас ночь, можем быстренько поспать дома. И тем самым спампоинт у нас перенесется как раз-таки домой, а не сюда. Так, ну и, в общем-то, чем мы сегодня займемся, народ? Ну, во-первых, мы займемся тем, что будем создавать комнату для нашего кексика, который появится в скором времени. А, надеюсь, вы помните то, что чем больше лайков, тем быстрее появится кексик. Да-да-да. Ну, это кто захочет. Да. Но на самом деле это действительно помогает. А, ну, на самом деле... Да-да-да-да. Да. Ах. Я бы сейчас честно помолчал. Мне сейчас просто хочется поговорить на разные темы, но мне неохота говорить о Майнкрафте. То есть... Я серьезно? Мне впервые, когда я играю в Майнкрафт, неохота говорить о Майнкрафте. Ах. Давайте поговорим о... Коровах в реальной жизни. Какие они все-таки красивые. Коровы. Они бывают в клеточку. Фу, ты что я говорю? Какие в клеточку? В пятнышку? Да. На самом деле я вообще сейчас помолчал. Нет, нельзя молчать. Все, б-б-б-б. Что-то уже 3 минуты как всякую фигню несу. В общем, да. Всем привет, дорогие друзья. С вами Аллышка. И сегодня продолжаем играть в игру Майнкрафт на РС1.4.7. С офигительными модами оставались мы о том, как мы в прошлой части вот этом огромном-огромном Нарпогашном мире благодаря нашему другу Мистер Челленджу. Наконец сделали то, чего я так долго хотел. Мы наконец нашли крепость. Уничтожили там дракона. И, в общем-то, прямо сейчас я нанесу яичко дракона к себе домой. Ну, на самом деле, домой к Мистер Челленджу и мне. И, в общем-то, я сейчас несу всю эту ахинею только для того, чтобы просто поговорить о чем-нибудь. И я уже добежал до первой точки. Потом я бегу до дома. До дома нам осталось бежать всего лишь 400 метров. Я начну строить домик для... Кексика. А потом начну изучать мод Тамкрафт 3. Потому что я поскорее-поскорее хочу изучить такую штуковину, как теория всего. Я ее, наверное, уже хочу изучить в течение 10 серий. Но все эти 10 серий я занимаюсь просто не тем. Но то, что у нас появилось яичко, это хорошо. Так, нет, главное, чтобы меня сейчас не убили. Потому что если сейчас умру, то я снова появлюсь у кровати, которая находится в крепости. И это плохо. Так, ну, вроде как, нашел тему, на чем... Собственно... А, нет, я снова потерял тему! Нет! Ладно, продолжу говорить о Тамкрафт 3. В общем, Тамкрафт 3. Я скоро изучу эту теорию всего. И когда я изучу эту теорию всего, у меня будет палочка, которая будет хранить целых тысячи виза. Представляете, тысяча виза. И потом я как раз-таки буду, благодаря этим тысяча визам, хранить в палочке энергию. Логично? Логично. Так, стоп, а где персик? Персик, персик, персик. Ты, по-моему, здесь, да? Вот он, персик. Отлично. И я тебя кормлю сырой говядинкой. И борцуху, конечно же, тоже надо покормить. И давайте прямо сейчас начнем готовить комнатку. Так, вот, собственно, у нас есть булыжник. Это радует. Вот есть паук. Мы его убиваем. И бежим куда-нибудь сюда. Да, да, да. Привет, Крипер. Ты умерешь. Спасибо большое. Комнатка у нас будет где-нибудь здесь. Так, что-то как-то криво начал ставить. Вот таким вот образом ставим, ставим, ставим. И... Все. Пойди, это вся комната, которая мне нужна. А хотя подождите, я вспомнил, какую комнатку нужно для кексика. Там, по-моему, в середине должна быть такая вот дырень. Потом, по бокам нам нужен огонь. Получается, нам сейчас нужна зажигалка, да? Да, зажигалка, по-моему, сейчас нужна. Потом нам нужен адский камешек. Адский камешек у нас, по-моему, тоже есть. И все? Или нет? Подождите. Ааа, нет! Я вспомнил, что нам нужно. Нам нужна, во-первых, лава. Точно, 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 еще раз точно. Аа, мы сейчас берем ведро. Выливаем воду. Берем лаву. Несем, несем, несем. И эту лаву выливаем вот в эту дырку. Потом, яйцо дракона мы используем возле этой лавы. И теперь, здесь, шестнадцать. Шестнадцать? Вау, я не знал то, что у этого яйца есть жизни. Окей, и, в общем-то, это яйцо мы сейчас суем сюда. Все. Далее, мы идем за Неверреком. Другими словами, за Адским Камнем. Он у нас есть где-то здесь. Вот он. Что мы делаем далее? Далее, мы должны скрафтить зажигалку. Пока что я, вроде как, все помню. Ага, зажигалка у нас есть. Это радует. Так, куда бы это все выбросить? Да, господи, у меня просто места нету. Надо сейчас будет очистить инвентарь, потому что, действительно, места нету, и это плохо. Ааа, мы выкапаем вот здесь вот всю местность. Мы выкопали. Потом мы это закладываем Адским Камнем, как я уже говорил ранее. Вот таким вот образом. И все это поджигаем, как-таки ни странно. И в скором времени у нас вылупится кексик. Но кексик может убежать. И именно поэтому нам нужно еще стенку сделать. Потому что если кексик убежит, то все. Пиши пропало, так сказать. Или как-то говорится. Говори пропало. Пиши пропало. Ну, не знаю. В общем, пропал кексик. Да. Вот так вот и пиши. Окей. Снова не вижу темы, о которой поговорить. Не, серьезно, народ. Сегодняшняя серия, это серия безумства. Вам говорили, что такое безумие? Нет? Ну, нет, так нет. Вот, серьезно. Я сейчас искренне вам говорю. Искренне, народ. То есть я сейчас ничего, не наигрываю ничего. Я искренне вам говорю то, что... Я не знаю, о какой теме мне поговорить. Я обычно знаю, о какой теме мне говорить. А сейчас... А сейчас я просто хочу кексика. Кексик. Быстрее, быстрее, быстрее. Я бы сейчас тут просто стоял 15 минут. Но нет. Пойдемте лучше изучать там Крафт 3. Так, так, так. Сейчас идем сюда. И суем первое попавшееся... В этот столик. И получаем землю. Ладно. Землю так землю. Может железо нужно? Нет, не нужно. В булыжнике, по-моему, тоже что-нибудь понадобится. О, смотри. Действительно, в булыжнике что-то есть. Так, в адском камне, кстати, есть земля. Это радует. Ну-ка, а в... О, вендерняке есть специальный, кстати, этот аспект, который нам в дальнейшем понадобится. Это очень редкий аспект, так что лучше сохранить его. Так, что у нас здесь обсидиан-тотем делает, кстати. Наверное, я его забыл убрать сюда. Так, берем, получается, мы сейчас землю. Суем сюда и получаем что? А, подождите, лопата. Мы же, по-моему, ее уже где-то изучали. Давайте посмотрим. Да, вот она, она. Ну-ка, здесь больше изучено? Нет, смотрите. На данный момент сейчас изучено больше здесь, чем в том свитке. Получается, берем булыжник и суем его сейчас сюда. Пойди, он нужен. Да, он нужен. Это радует. И давайте сразу посмотрим, что нам нужно еще. А нужно нам... Пора проверить точно, сколько именно магии там может поглотить. Вы открыли способ сливания там лопаты с элементом земли. Получается, нам нужно сейчас попробовать сюда положить магию. Магия у нас есть в Грейтвуд. Так, а где Грейтвуд? Вот он. И пробуем. Суем все это дело. И нет, магия здесь не нужна. Тогда попробуем сюда положить, например... Вау, в Твайлайт Клоке сколько аспектов. Яйцо, почему нет? Может быть, оно действительно нужно? Перо. Слушайте, нужно поспать! Рассвет, рассвет, надо быстро поспать, успеть. Давайте, забираемся, забираемся. Вот в этой. Хотя бы вот в этой кровати. Неважно в какой. И все. Пойди и спаун. Точка у нас на данный момент теперь здесь. Хорошо. Давайте попробуем стекло засунуть. Я действительно хочу что-нибудь выучить сегодня. Как там у нас, кстати, с Кексиком? Я буду теперь каждую секунду за ним бегать. Я хочу узнать, как можно быстрее, когда он вылупится. Давай, давай, давай. Нет, не появился. Не появился, ладно. Идем дальше изучать Томмкрафт 3. Вот народ, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот кто ждет Кексика? Вот я сейчас даже посчитаю, сколько мы с ним уже не виделись. А, ну в принципе, мы с ним уже не виделись 46 частей. Представляете, мы с Кексиком уже не виделись 46 частей. Это возмутительно. Это возмутительно. 46 частей не видеть моего маленького, миленького дракошу. Я хочу на нем покататься. Серьезно. У меня есть что, и уже седло есть, по-моему, в бэкпаке. Давайте даже посмотрим. Да, седло, если что, есть. Это радует. Хочу как можно быстрее на нем покататься, 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 покататься. Давайте попробуем сюда положить морковку. Может, зрение нужно какое-нибудь. Нет, нет, тогда попробуем положить... Кстати, вотчинка, это хорошая штука. Нам по-напсу она в дальнейшем. Давай тогда попробуем положить сырую говядину. Тоже не нужно? Хм, странно. Тогда я вообще в недоумении. Ну, шовл. А, шовл, подождите, инструментум. Пойди, это у нас есть в том же кремне. Да, в кремне есть у нас инструментум. И, по-моему, это нужно. Давайте сейчас как раз-таки это проверим. Берем гравий. Вот таким вот образом высыпаем его. Получаем благодаря кирке на удачу кремний. И все. Получаем инструментум. Да, смотрите, оно действительно нужно. Это радует. А, фабрика! Слушайте, я бы никогда не догадался, что здесь нужна фабрика. Потому что оно есть только лишь в верстаке. Так, ну давайте его сейчас быстренько тогда скрафтим. Текст, понадобится немножечко досок. Берем верстаки. Берем, 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 берем. Не жалеем, так сказать. И суем сюда. Не хватило. Окей. Окей, еще раз кей. Что нам тогда еще может пригодиться? Вот, березка. Перерабатываем в доске. Из них уже создаем верстаки. Отлично. Ну-ка, хватит? Да, хватило. Что? 95% компли... Аааа, е-мое. Я инструменту мне до конца доложил. Хорошо. Возьмем еще немножко кремния. Мне не жалко. Гравия как-никак много, да и добыть его очень просто под землей. Так, суем его. И все. Шоууул офф. Вэ, офф мувер. Окей. Все. Ура. У нас есть такая супер-пупер магическая земляная лопата. Это уже, в принципе, можно выкинуть. Так, давайте попробуем еще что-нибудь засунуть. Булыжник. Почему нет? Булыжник может нужен? Да, нужен. Вантуф лайтнинг. Ооо, это же офигительный посох. Это посох, в который будет стреляться молнией на рот. Это, получается, здесь в любом случае магия понадобится. И, по-моему, еще железо. Железо. Че, серьезно? У нас так мало железа осталось? Всего лишь полтора стака? Офигеть. У нас, по-моему, раньше было три стака. Или нет? Или у меня склероз? Я серьезно уже ничего не помню. Так, кремния сюда положим. Железные слитки и... Нет, здесь не нужны железные слитки. Ну, тогда магия. Магия это уж точно. Очарование нормальной. Жезл. Швыряющие молнии. Оружие разрушения. Ага, походу я знаю, что сюда нужно. Давайте попробуем уголь засунуть. И да. Как знал прям. Все. Вантуф лайтнинг. А, нет, смотрите, еще магия нужна. Хорошо, засунем. Все. Вантуф лайтнинг. Давайте прямо сейчас создадим. Это действительно классный посох. Я вам даже это докажу. Как-нибудь, как-нибудь. А! Столько ненужных вещей сейчас у меня. Все это выкинем сюда. Это, собственно, сюда-сюда. Сюда. Это сюда-сюда-сюда. И все. Вот сколько пустого места у меня на этот раз есть. Даже книжки не нужны на данный момент. И нитки. И стекло. Нет, стекло мы положим сюда. И теперь мы можем создавать вантуф лайтнинг. Так, что у нас там на миконе есть? Очень-очень пугающе. Нам понадобятся три эйршарда. Они у нас есть, слава богу. Также нам понадобится простая палочка ученика. Она у нас есть. Давайте посмотрим. Нет, по-моему, у нас нету ее. Ну и ладно. В принципе, создать ее довольно-таки просто. Берем золотой самородок. Берем палочку. И далее берем еще одни эйршарды. Выкладываем все следующим образом. И получаем палочку ученика. Отлично. Отлично. Так, еще раз посмотрим, что там нужно. Во-первых, нам нужен инфьюжн-алтарь. А потом нам еще нужно 16 патенте и 4 телума. Так, ну телум мы вообще в легкую сейчас возьмем. Это 4 стрелы. Так, стоп, 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 персик. А, ну в принципе можешь ходить за мной. Мне сейчас не жалко. Угу. Так, что еще раз мне нужно? 16 патенте, 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 патенте. Уголь. Давайте возьмем. Там есть. И несем это все в тигель. Тигель, 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 тигель. Выливаем. Забираем. Вставим. Сколько там, кстати, потенции-то? А, то есть 8 угля понадобится. Хорошо. Подожди, сколько я уже сунул? Ой, ой. По-моему, все, да? Так, нет, это нам уже не нужно, кстати говоря. Давно хотели сделать, но что-то забыли. Вот так вот. Да, потенция уже есть. И 4 стрелы. Все. Ван тофт Лайтнинг. Давайте прямо сейчас зачаруем это все дело. И у нас будет классный меч. О-о-о. В смысле не меч, а посох. Слушайте, так у нас же 78 уровень. Мы же можем сейчас зачаровать Кирку на... На-на-на-на-на-на. Например, на ту же прочность. Прочность стоит у нас 16 уровней, а починка стоит... А починка 14 уровней. То есть логичнее будет все-таки заенчантить на прочность. Вот, супер-пупер кирка в действии Так, что еще можно зачаровать? Ну, я думаю, меч можно еще на что-нибудь зачаровать А, нет, смотрите, ни на что больше нельзя Ну ладно, давайте тогда вантофлайтниг зачаруем На вот эти вот все аспекты И это будет стоить 60 уровней Вау 60 уровней, офигеть Это, это немало А, ладно, один раз живем Некого винить, народ Вот, если вы меня будете винить, то, не знаю Ну, серьезно, ну, один раз живем, все нужно испробовать Уи-и-и-и-и-и Уи-и-и-и-и-и-и-и Так, я сейчас Прям, 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 пойду проверив Во-первых, персика, ой, кексика Все время их путаю И нет, кексика еще нету, и, по-моему, еще Яйцо даже не начало вылупляться Нет, оно действительно Начало еще вылупляться Я хочу проверить этот вантофлайтниг где-нибудь Здесь Привет, привет, привет Какие-нибудь зомбаки, может быть? Зомби, зомби, привет. Хей, привет. Чё, серьёзно никого нет? Там руда была какая-то, амбер, по-моему. О, ну-ка, проверяем. 4, 5, 5. Ну, знаете, я бы не сказал, что это плохо. То есть, вот так вот бить, это даже очень классно. То есть, где-то в полсекунды я ему наношу по 6 урона. Собственно, мы эти 6 урона умножаем на 2, получаем 12 урона в секунду. Неплохо. Ну, в то же время за 60 уровней это плохо. Но, опять же, кого винить? Один раз живём. Ну что ж, народ. Наверное, на этом я закончу. Собственно, я надеюсь, что благодаря лайкам кексик появится очень-очень скоро. Действительно, на это надеюсь. И говорю вам, если вы здесь привык, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позову друзей. А с вами был Лоложка и Персик. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!